ПОЛЕЗНЫЙ ГОРОД Вы правильно подчеркнули, а то, с чем мы работаем, то и отражено, в общем-то, в названии, но от этого маленько уже ушли дальше, то есть материалов стало намного больше. Деятельность коммерческая, предпринимательская, она началась еще с 2017 года, а вот именно непосредственно деятельность, которой сейчас занимаемся, она активную фазу приобрела с 2020 года. Относительно, да, молодая компания и вот этот бизнес, вот эта деятельность, она, так скажем, стала выходом из другой деятельности. Эта деятельность образовалась, как, скажем, любовь с первого взгляда. Были предшествующие бизнесы этому, покупалось оборудование и потом уже по крупицам, по крупицам осознавал то, что вот мы идем к той деятельности, она интересная, она классная, вызывает эмоции у людей. Итак, в чем суть? Ну, одно из самых основных направлений, самое основное направление, это изготовление деревянной упаковки, деревянной экологичной упаковки. Наши заказчики, это от превзорственных промышленных предприятий до каких-то частных клиентов, которые красиво хотят подарить подарок, сувенир и другие какие-то изделия. То есть упаковка по размерам, она может быть любой? Да, конечно, работаем под заказ. Большая и небольшая. Да, 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 все верно, то есть это большие какие-то промышленные ящики там до маленьких коробочек красивых и индивидуальных. Далее, конечно же, есть и сопутствующая деятельность, это работаем под заказ не только по упаковке, но делаем какие-то изделия индивидуальные из дерева, фанеры и, ну, таких же сопутствующих вот материалов. Например, можем перечислить, у нас время есть. Например, это абсолютно частные заказы. От экранов на батарее, условно говоря, до изготовления каких-то конструкций, в том числе входных групп и изделий Хорека, например. Далее, если по направлениям идти, то, соответственно, основное направление это упаковка все-таки, да. Дальше это изделия сувенирная наградная продукция, тоже как отдельное направление у нас выделено. И создание макетов малых архитектурных форм. Вот это вот, да. Какая интересная работа. В этом году буквально начали этим заниматься, тоже вот как следствие деятельности, то есть прощупали нишу, изделия действительно пользуются спросом и сделали уже несколько больших проектов. То есть вы почувствовали запрос, да, на изготовление макетов? Ну, опять же, для примера, макет чего, какого объектам пришлось изготавливать? Макетов было, на самом деле, очень много, в основном в сфере малоэтажного средства, то есть коттеджи. В первую очередь застройщики, которые ездят в выставки, ставят в офисе, показывают клиентам. То есть нужна визуализация того, что они строят, да, а вы помогаете, собственно, создать вот этот макет, демонстрационный экземпляр, так скажем. Да, да, да. То есть продают не обязательно же на объекте сразу же, а продают на выставках в офисе, с клиентами встречаются, показывают там. На каком оборудовании вы, Константин, работаете? Что в вашем распоряжении имеется? То есть какие технологии используются? На данный момент больше 15 единиц оборудования различного. Это лазерные, фрезерные станки, ультрафиолетовая печать, принтеры стоят, гравировальное оборудование. Все оборудование, оно около того и способствующее, то есть пока нет каких-то токарных станков, но в этом и нет необходимости. Сколько человек у вас работают? Вы непосредственно трудитесь тоже? Или вы сосредоточились на руководстве? Ну, конечно, да. Сначала сам начинал. Где-то приходилось и на станках стоять, где-то и руками поработать. Ну, сейчас, конечно, это уже в основном управленческая деятельность. Построение процессов, оптимизация производства. Сколько непосредственно у вас сотрудников, рабочих, которые изготавливают? Да, на данный момент 15 человек штат. Ну, естественно, идем по пути увеличения штата. Растут заказы, объемы, да, и вы, чтобы успеть, чтобы удовлетворить спрос, вынуждены подумать о том, чтобы и расширять свой штат. Материалы. Откуда сырье? Ну, слава богу, мы живем в лесном регионе, поэтому проблем... Ну, вот я как раз подвожу, видимо, все сырье наше, родное, да, кировское? Отчасти, отчасти. То есть, такие там деревья, как дупа, у нас не растет, поэтому это завозное. А то, что касается березы, сосны и листовых материалов, таких же, как вот фанера, то это, естественно, наше все. Сейчас, опять же, для примера, что в работе находится, какие заказы вот сейчас готовятся, да. Да, на текущий момент активно занимаемся упаковкой и сувенирной продукцией для Нового года, то есть, уже... О! Ну, это с мая мы уже начинаем. Казалось бы, еще столько времени впереди, а вы уже о новогоднем празднике заботитесь. Да, вот есть оптовая компания, то есть, им уже к сентябрю нужно выдать объем для того, чтобы они дальше это по сетям распределяли. Соответственно, вот наша задача для них эту продукцию изготовить. То есть, с мая мы активно уже это делаем. То есть, ваша продукция расходится по всей стране? Да. И за рубеж тоже идет? За рубеж пока нет, может быть, через каких-то просто рейтингов как-то это и идет, но напрямую мы пока что не продаем. Я думаю, что в этом году уже сделаем это. А если не ошибаюсь, ваша продукция доступна в том числе на маркетплейсах? Да, все верно. Еще направление, вот получается, уже четвертое. Как раз то, что мы продаем на маркетплейсах, это детские развивающие игрушки. Есть линейка собственных игрушек развивающих для детей от трех лет. Непосредственно эти товары мы и продаем. Это балансборды, геоборды, развитие памяти, координации, мышление. Это полностью ваша разработка? У нас есть, да. Собственно, вот эта продукция, она сертифицированная, мы ее продаем, реализуем через маркетплейс. То есть, можете ввести балансборд, и вы там на первой странице должны быть. Пользуются спросом? Да, конечно. Отзывы покупателей, какие получаете? Отзывы. Нравится ли детишкам, родителям? Конечно, конечно. То есть, балансборд в первую очередь настроен на то, чтобы подготовить вообще ребенка. К координации это лыжи, сноуборд, вот чтобы ребенок уже хорошо, качественно катался там с малых лет. Вот эту детскую линейку планируете ли расширять уже? Да, конечно. Если что-то новое внедрять? Пока это, так скажем, останется за эфиром, но есть несколько позиций, порядка 10, которые сейчас дорабатываем, упаковываем, сертифицируем и будем запускать дополнительные. Можно еще, Константин, поподробнее о сувенирной продукции? Что пользуется наибольшим спросом? Ну вот в части сувенирной продукции наибольшим спросом пользуется наградная атрибутика. Кубки, медали и другие сопутствующие изделия. Например, как вы сказали, одно из смелых таких решений, которое было, это как раз 12 июня, были богатырские гребятки, международный турнир по силовому экстриму. И как раз-таки на него мы делали кубки и медали. Медали были в том числе с драгоценными металлами. Ну, золото, серебро, барон заезды. То есть ценность в буквальном смысле, да? Да, да. Помимо того, что это как бы условно ручная работа полностью, то еще и драгоценные металлы там были. Поэтому это, да, достаточно смелое для нас было решение и очень понравилось, естественно, и нам, и тем, кто это получал. Много ли времени уходит на выполнение таких заказов? Так как вы сказали, это ручная работа, это все-таки индивидуальный заказ. Ну, на индивидуальные заказы всегда, конечно, уходит времени больше, чем на потоковые, там, допустим. То в каждом, как раз, в случае это, естественно, от сложности работы зависит. От одного дня, но, еще раз повторюсь, зависит от сложности, от того, что хочет клиент. Если немножко затронуть тему развития дальнейшего компании, в какую сторону вам бы хотелось двигаться? Ну, касаемо персонала, я уже услышал, что вы будете расширяться. Да, конечно, по пути увеличения как производства, так и штата, так и прибыли. Это, естественно, цели такие стоят. А вообще, ну, такая глобальная цель, это, конечно, приносить пользу обществу, в первую очередь региону, ну, и там дальше всей России, может быть, миру. То есть максимально решать задачи клиентов и максимально точно и эффективно удовлетворять спросу. Что касается оборудования, вас пока устраивает то, что у вас сейчас есть пока? Модернизацией не собираетесь заниматься? Новое закупать, например? Ну, в части модернизации, это, конечно, у нас идут ежедневные какие-то процессы по пути автоматизации. Не только оборудование, вообще процессов всех. В дальнейшем, конечно, оборудование есть, единицы, которые мы хотим купить. Поэтому, да, вот сейчас над этим работаем. Кстати, нужны ли вам сотрудники, которые непосредственно на этих станках будут трудиться? Испытываете ли вы дефицит кадров? Ну, как такового дефицита кадров нет, да, то есть стараемся. Устоявшийся коллектив, команда профессионалов у нас, да, и постоянно люди к нам приходят на работу. Поэтому отказываться от кого-то, конечно, нет. Будем рады всем, кто придет в нашу команду. Обучением сами занимаетесь? Да. Сами научите, как работать, что делаете непосредственно? Да, конечно. Ну, и в конце уже нашей беседы мы, конечно же, должны сообщить, где можно и ознакомиться с продукцией, которую вы выпускаете. Ну, наверное, самый простой вариант это где-то в интернете, да, на вашу страничку зайти? Да, конечно, набираете. В Яндексе «Березка и сосна» компания. Находимся, Лепси28А, корпус 1. Там сразу же выйдет сайт, группа. Можете зайти в группу. У нас там обновление новостей идет ежедневное. Поэтому что-то новое, какие-то идеи там может даже у нас подчеркнуть. Идея для подарков в том числе. Благодарю вас, Константин Шитов, основатель и руководитель компании «Березка и сосна». Всего доброго. Спасибо. Спасибо. Полезный город.